Здравствуйте! Наше задание – найти значение неопределенного интеграла корень из 6х минус х в квадрате минус 5 под х. И это, хочу сказать, будет непросто сделать. Под интегралом нет функции и ее производная. А это значит, что метод замены переменной мы применить не сможем. По названию видео вы, наверное, догадываетесь, что придется сделать тригонометрическую подстановку. Но по выражению под интегралом трудно сказать, какую подстановку нужно сделать. Обычно тригонометрическую подстановку применяют, когда подкорним двучлен вида 1 минус х в квадрате, или х в квадрате минус 1, или х в квадрате плюс 1. Когда подкорним вот такие выражения, то понятно, какую тригонометрическую подстановку нужно сделать. Но у нас подкорним целый трехчлен 6х минус х в квадрате минус 5. Посмотрим, можно ли как-то его преобразовать к одному из этих двух членов. Это все я удалю. Давайте попробуем выделить полный квадрат. Итак, это будет интеграл корня квадратного из минус 5 минус, продлюсь на корне, х в квадрате. Здесь у нас 6х, но перед скобками минус. Значит, записываем минус 6х. Минус минус 6х – это плюс 6х. Теперь давайте дополним до полного квадрата двучлен в скобках. Какое число в сумме с самим собой дает минус 6? Это минус 3. А минус 3 в квадрате – это 9. Другими словами, мы берем половину коэффициента перед х и возводим ее в квадрат. Значит, здесь будет 9. Но я не могу просто взять и прибавить 9. Так изменится значение выражения. На самом деле мы даже не прибавляем, а отнимаем 9 от выражения под корнем, так как перед скобками минус. Следовательно, чтобы не изменить значение выражения, мы должны еще прибавить 9. Прибавляем вот здесь еще 9. И дописываем еще dx. Можете проверить, что мы все правильно сделали. Раскроете скобки и получите минус х в квадрате плюс 6х. А эти два слагаемые, минус 9 и плюс 9, в сумме дают 0. И минус 5. В итоге получится точно такое же выражение, как и здесь. Мы никак не изменили значение интеграла. Мы умели 9 и прибавили 9. То есть, по сути, мы прибавили 0. Теперь приведем подинтегральное выражение к необходимому нам виду. Минус 5 плюс 9 – это 4. А это то же самое, что и х в квадрате. Значит, это будет неопределенный интеграл корня квадратного из 4-х в квадрате. Вот мы почти и получили то выражение, которое нам нужно. Осталось сделать так, чтобы вместо четверки здесь была единица. Давайте вынесем 4 за скобки. Это будет неопределенный интеграл корня квадратного из 4-х умножить на 1-х-3 в квадрате делить на 4. Я всего лишь вынесла 4 за скобки. Если мы раскроем скобки и умножим оба слагаемых на 4, то в результате мы получим точно такое же выражение. Дописываем еще dx. Давайте еще немного упростим этот интеграл. Это будет интеграл… вынесем 4 из-под знака корня, это будет 2. 2 умножить на корень квадратный из 1-х-3 делить на 2 в квадрате . Вы спросите, откуда двойка в знаменателе? Если мы возведем х-3 делить на 2 в квадрате, то получим как раз х-3 в квадрате делить на 4. Теперь стало очевидно, какую тригонометрическую подстановку нужно сделать. На прошлых уроках мы говорили, что cos²θ равно 1-sin²θ. Или наоборот, sin²θ равно 1-cos²θ. Обе подстановки сработают. Теперь смотрим сюда. Это точно такое же выражение, как и это. Нужно всего лишь вместо х-3 делить на 2 в квадрате записать sin²θ. Давайте так и сделаем. Подставим вместо х-3 делить на 2 в квадрате sin²θ. И если извлечем корень квадратный из обеих частей равенства, то получим х-3 делить на 2 равно sinθ. Потом, когда мы найдем значение интеграла через θ, нам придется подставлять х. Поэтому давайте из этого выражения выразим θ. Для этого запишем арксинус для обеих частей равенства. Итак, θ равно… арксинус синуса θ, это просто θ. Значит, θ равно арксинус х-3 делить на 2. И еще, чтобы сделать подстановку, нам нужно выяснить, чему равно dx как производная по θ. Умножим обе части этого равенства на 2. В итоге мы получим х-3 равно 2 умножить на sinθ. Или же это будет х равен 2 умножить на sinθ плюс 3. Теперь давайте запишем производные для обеих частей равенства. В правой части будет dx по dθ, а в левой части 2 умножить на cosθ. А производная 3 равна 0. Умножим обе части равенства на dθ и получим dx равен 2 умножить на cosθ по dθ. Теперь мы готовы сделать тригонометрическую подстановку. Наш интеграл мы можем записать как неопределенный интеграл от 2 умножить на корень квадратный из 1 минус… Вместо х-3 делить на 2 в квадрате мы подставляем sinθ. И все это умножается на dx, а dx равно этому выражению. Значит, умножить на 2 умножить на cosθ по dθ. Попробуем упростить этот интеграл. Выражение под корнем – это всего лишь cosθ. Мы можем извлечь корень квадратный из cosθ. Значит, это все равно корню из cosθ, а это то же самое, что и cosθ. Таким образом, наш интеграл будет равен неопределенному интегралу от 2 умножить на cosθ умножить на 2 умножить на cosθ. Это… это вот это, а полностью этот корень равен этой части подинтегрального выражения. И все это умножается на dθ. Но это равно неопределенному интегралу от 4 умножить на cosθ по dθ. И этот интеграл по-прежнему не так просто вычислить. Что будем делать дальше? Опять-таки метод замены переменной применить не удастся. Давайте вспомним тригонометрические тождества. Итак, cosθ мы можем записать как 1 вторая умножить на 1 плюс cosθ. Ну что ж, давайте сделаем эту подстановку. Заменим cosθ на это выражение. Это будет неопределенный интеграл от 4 умножить на cosθ. Но вместо cosθ мы записываем 1 вторая умножить на 1 плюс cos2θ по dθ. Этот интеграл, как мне кажется, выглядит проще. 4 умножить на 1 вторую – это 2. Таким образом, это будет интеграл от 2 плюс 2 умножить на cos2θ по dθ. Ну, а найти первообразную этой функции совсем несложно. Это у нас производная по θ функции sin2θ. А чему равна производная sin2θ? Это сложная функция. Следовательно, мы должны производную так называемой внешней функции cos2θ умножить на производную внутренней функции на 2. Значит, это будет первообразная 2 по θ равна 2 θ, плюс первообразная этой функции, а она равна sin2θ, и плюс c. Вот мы и нашли значение интегралов. Но мы не должны забывать, что изначально интеграл был записан через х, а не через θ. Поэтому давайте сделаем обратную подстановку. Мы знаем, что θ – это арксинус х-3 делить на 2. Если мы сейчас в это выражение подставим вместо θ арксинус, то в итоге мы получим sin2 умножить на арксинус х-3 делить на 2. В принципе, это правильно, но не совсем красивый ответ получится. Поэтому я предлагаю немного упростить это выражение – выразить sin2θ через sinθ. Тогда в итоге мы получим арксинус х-3 делить на 2, а это просто х-3 делить на 2. Итак, это выражение нам нужно записать через sinθ, так как тогда sinθ будет равен sin арксинуса х-3 делить на 2. А это равно х-3 делить на 2. Таким образом, если мы сможем записать это выражение через sinθ, то тогда ответ будет выглядеть компактней и красивей. Есть еще вот такое тождество. sin2θ – это то же самое, что и sinθ плюс θ. А это равно sinθ умножить на cosθ плюс sinθ умножить на cosθ. Или 2 умножить на sinθ умножить на cosθ. Это одно из тригонометрических тождеств. Давайте перепишем наш ответ. Это будет 2θ плюс sin2θ. Но вместо sin2θ мы записываем 2 умножить на sinθ умножить на cosθ. И, конечно же, плюс с. Но в выражении помимо синуса есть еще косинус. Что будем делать? Мы знаем, что cos2θ равен 1 минус sin2θ. Или же cosθ равен корню из 1 минус sin2θ. Вам, наверное, кажется, что теперь ответ будет выглядеть более громоздко. Но поверьте, это не так. Давайте сделаем подстановку. Итак, это то же самое, что и 2θ плюс 2 умножить на sinθ умножить на cosθ. А cosθ – это корень из 1 минус sin2θ и плюс с. Мы уже на финишной прямой. Мы знаем, что sinθ равен х-3 делить на 2. Ну что ж, сделаем обратную подстановку. Первое слагаемое – это 2θ. Вот оно. Значит, записываем 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2. И далее идет плюс sinθ. То есть 2 умножить… а sinθ равен х-3 делить на 2. Значит, 2 умножить на х-3 делить на 2. И все это умножается еще на корень квадратный из 1 минус sin2θ. Чему равен sinθ? Он равен х-3 делить на 2. И еще мы возводим это выражение в квадрат. И, конечно же, плюс с. Попробуем еще упростить. Это будет 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2 плюс… двойки сокращаются… х-3 умножить на корень квадратный из 1 минус х-3 в квадрате, деленное на 4. Давайте умножим и разделим это выражение на 2. Точнее умножим на дробь 2 вторых, то есть на 1. Зачем я это делаю? Сейчас увидите. Это равно 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2 плюс х-3 делить на 2. Это двойка, это вот эта двойка. А двойку в числителе мы запишем как корень из 4. Умножить на корень квадратный из этого выражения. 1 минус х-3 в квадрате делить на 4. И плюс с. Итак, 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2, плюс х-3 делить на 2. А корень из 4 умножить на этот корень равно корню квадратному из 4 минус х-3 в квадрате и плюс с. Вот мы почти исправились с заданием. Это будет 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2 плюс х-3 делить на 2 умножить на корень квадратный из 4 минус х-3 в квадрате. Разведем в квадрат этот двучлен. Это будет х в квадрате минус 6х плюс 9. Давайте упростим это выражение. Это будет 6х минус х в квадрате. И 4 минус 9 – это минус 5. Таким образом, первообразный или неопределенный интеграл равен 2 умножить на арксинус х-3 делить на 2, плюс х-3 делить на 2 умножить на корень квадратный из 6х минус х в квадрате минус 5. Это и есть первообразное первоначального выражения. Значит, это у нас и определенный интеграл корня квадратного из 6х минус х в квадрате минус 5 по dx. Да, не совсем простой пример. Но, тем не менее, мы справились. Надеюсь, вам понравилось. На этом все. До скорых встреч!